Ху, гляньте какой он, он больше меня, я думал он будет поменьше кстати и пошире, а он, нифига себе он классный, отстань, как же я сейчас обосрался, такое чувство то, что у меня стрела прямо в глазу застряла, но оно так почти и есть, меткий скелет попался, ху, всем здорово ребят, что ж, мы продолжаем наше приключение в этом фэнтезийном мире, нам еще много предстоит исследовать, Все что мы сделали в первой серии, это лишь 1% от того, что нам предстоит увидеть в будущем, и еще, как вы могли заметить, у меня другой скин, этот скин я создал сам, и это полноценный мой личный скин, я постарался сделать его максимально похожего на меня, и вроде бы у меня это получилось, правда у меня нет очков, но скоро они будут, так как у меня немножечко плохое зрение, я постарался делать этот скин интересным, но в то же время простым, чтобы он запоминался, так как в будущих проектах этот скин будет играть большую роль, Но давайте уже возвращаться в наше приключение, всем приятного просмотра, мы начнем, погнали! Блин, ну как же приятно видеть свой скин, свой личный скин, спустя столько-то лет, о, здрасте ворона! Но начать эту серию я бы хотел с небольшой цели, а именно улучшить себе броню, у нас в игре есть довольно эстетичная и неплохая броня под названием броня мушкетера, сама броня выглядит довольно эстетично и красиво, особенно вот эта вот шляпа с пером, но также к этой броне есть дополнение, а именно рапира и сам мушкет, вы представьте мушкет, то есть ружье, полноценное ружье в этом фэнтезийном мире, это просто что-то с чем-то, Сама броня делается довольно несложно, всего лишь 5 кусочков лазурной ткани, одно перво и какой-то забытый стальной кусочек, вроде бы я его где-то находил и вон у меня есть Также за кадром я еще добавил один блок стены, чтобы немножко расширить, теперь мы заходим, здесь у нас полностью склад, а там... там я что-нибудь придумал, я вообще планировал здесь делать впальню По-любому среди этой всей руды, а ее здесь очень много и она разная, должна быть та самая руда Нет, тут нет такого, лазурная ткань создается довольно несложно, всего лишь несколько кусочков лазурита и шерсть А вот насчет стали, забытой стали, мне скорее всего придется отправиться снова в шахты Как же я туда не хочу, елки зеленые Параллельно этому мы будем размножать еще наших барашков, потому что ткани там нужно достаточно И также нам нужно собрать ферму пшеницы, так как она уже созрела Какая красота Такс, и сколько мы заработали с одной такой фермы? Офигеть, раз, два, три, четыре, пять стаков пшеницы и очень-очень много стаков семян Я думал эту ферму еще расширять, но этого мне более чем достаточно Здравствуйте мои овечки, пора кушаться Раз, два... Прости Кстати, я только после того, как поменял скин, увидел то, что у этих штанов есть лямки То есть со старым скином я их просто физически не мог убить, потому что старый скин сливался А здесь... прикольно Я могу просто так ходить, довольно тоже интересно смотрится Пришло время искать эту забытую сталь В шахте, кстати, погасли все покела, но благо там никого не оказалось Здравствуйте, скелет, а вы не видели здесь забытую сталь? Ты что... а все, понял Понял, черепаха, я к тебе не лез, ты ко мне не лезешь И думаю, это... я в прямом смысле подумал, что это какая-то машинка маленькая К тебе я близко подходить не буду, но потом о тебе я обязательно прочитаю Мало ли ты все-таки дружелюбная, где? Кто? Откуда вы спавнитесь? Уйти какой, вы посмотрите, зелененький, не этот зелененький, отвратительно А вот, у него глаза и маленький ротик такой Хе-хе-хе-хе! А ты иди нафиг Кто ты такой? Остальной! Как же я сейчас обосрался? Отстань! Нет, знаете что? В шахтой я больше не ногой Никогда! У меня аж мурашки по коже Что это за херня была? У меня чуть сердце в пятки не ушло Я думал, что за веревка такая? Почему она такая длинная? Оказалось, это вот эта вот хрена тень О, алмаз Достижение Кто-то явно был непослушным Вот это отсылка, конечно И это у нас Блин, это серебро, да ёлки-палки Что ж, пришёл я домой опять-таки Со всем чем только можно То есть, есть абсолютно вся руда Которая имеется Но нет той, за которой я отправлялся Забыли про черепаху, я нашёл то, что меня напугало В пещере, вот оно Шёпот, какая ты хренатень же, а Шёпот Измученная душа, которую можно найти Только глубоко в недрах Незера Даже глубже, чем пещерные многоножки То, что кажется безобидным существом На самом деле является Монстром нежитью со змеиной шеей Которая может просираться более чем на 50 блоков Когда шёпот замечает добычу Она вытягивает шею вверх Чтобы лучше её рассмотреть Затем быстро бросается вперёд Чтобы укусить добычу И быстро отступает Хотя шёпот можно найти на большой глубине Они также редко могут появляться На поверхности вишнёвой рощи Это такая херобора на самом деле То, что она ещё может появляться На вишнёвой рощи А как вы знаете У меня тут неподалёку есть Вишнёвая роща Я надеюсь, я с ней больше не встречусь У меня и правда появились мурашки По телу, когда я её увидел А раз у нас пока что не получается Найти эту забытую сталь Давайте хотя бы приготовим шерсть Ааа Почему всегда это со мной происходит? Я откуда знал, что это какой-то Спавнер, который сразу всё спавнит Как их много Ещё и с ведьмы Я валю Я валю Всё, давайте До встречи Пока-пока-пока Идём У меня есть еда У меня есть еда Уйти, какой паутёк А чё ты ночью за мной догнался? Скотина ты, восьминогая Так, давайте отвлечемся от этих поисков предметов, и наконец-то не построим крышу, а то эта дождь капает прямо на мою кровать и на бедного моего собакина, скоро у нас будет крыша, не беспокойся Я хочу сделать высоту аж в 4 блока, то есть не в 3, а в 4, просто в этой сборке это ощущается очень мало, то есть 3 блока, ну, как-то маловато, 4 самый раз, поэтому мне придется здесь полностью закрыть пятым блоком И последний кусочек, все, теперь у нас дома тепло и уютно и больше никакого дождя, да, песель? Но света здесь как-то маловато, да, лампы освещают, но они какие-то тусклые, поэтому давайте сделаем окна И, наверное, я тут это все переделаю, здесь я хочу сделать небольшую спальню, почему бы и нет, красиво, отлично, а на втором этаже уже все нужно, то, что мне пригодится в будущем Во, красота, теперь дом стал гораздо уютнее, и в конце концов дом стал похож на дом, а не на перлогу бомжа Спустя 2 часа реального времени я все же нашел эту забытую сталь, скажу одно, оно практически не отличается от текстуры обычного глубинного сланца Что ж, все ингредиенты у нас в сборе, теперь можно начать крафтить нашу новую броню Необработанную руду мы переплавляем, то есть из этого уже получаются полноценные слитки Я-то думал то, что мы это переплавим в кусочки, не знаю, почему я так подумал, эти кусочки уже переделаем в наши слитки, а слитки уже отправим на нашу броню А здесь они, оказывается, уже сразу же в слитки переходят, а из них мы уже можем делать дофигища кусочков Блин, я-то думал то, что я очень мало набрал, а этого оказывается куда больше, чем нужно Что ж, у нас переплавились все слитки, давайте заберем Не игра, а хуррор какой-то 10 слитков превращаем по фрагменту, я думаю этого вполне хватит Создаем нашу ткань 16 штучек будет достаточно А, тут еще и кожа нужна, елки-палки, а про кожу вообще забыл, у меня есть вообще кожа? 26 кожи, ну, надеюсь этого хватит Крафтится она у нас не сложно, обычная кожа и немножко кусочков Забираем, такс, и первую часть брони мы получаем, наконец-таки, вот она, красивая моя, гляньте Штаны делаются еще легче, то есть одна утолщенная кожа и лазурная ткань Ой, вот здесь лишняя, во! Ботинки создаются еще легче Ну и самое важное, конечно же, в этой броне, это шляпа с пером Я специально передвинул верстак сюда, чтобы мы увидели, как это будет выглядеть Нам нужно 5 тканей Один кусочек забытого железа И одно перо Та-дам! Вот она! Какая же она красивая! Надеюсь, она так же и в 3D будет выглядеть Ну и давайте ее уже наденем Эту броню мы снимем Спасибо большое, ты был хорошим другом на протяжении этих двух серий Но пора что-то менять А теперь пришло твое время Давайте наденем Гляньте, какой я красивый! Вы просто посмотрите! Да, это шляпа в 3D И у нее даже подворот есть справа То есть слева от меня Вау! Вау! Вы гляньте, как я преобразился! Отныне я мушкетер Один за всех и все за одного Сабля за саблю Или что там еще было А также при полном сете Эта броня увеличивает перезарядку мушкета И добавляет дополнительный урон мушкетерской шпаге Поэтому давайте скрафтим и то, и то Чтобы скрафтить мушкет Нам нужны бревна Которые я потратил Мда Бревна есть И мушкет тоже готов Ху, гляньте, какой он Он больше меня Я думал, он будет поменьше, кстати И пошире А он? Нифигаси, он классный А, да, точно Во! Так гораздо интереснее Ну-кась Да, сейчас прицелиться, конечно, и стрелить не могу Потому что нет патронов Патроны у нас делаются из пороха Кусочков забытого железа И бумаги Ну и так как пороха у меня не оказалось Я сделал рапиру Какая она большая! прям на заставку можно ставить ну-ка а удары удары кстати другие до удары другие не но она реально огромная интересно а я могу на расстоянии при врагу сбить она же больше обычного меча но передвигаться в этой броне очень тяжело она достаточно много весит а ночью я отправился на поиски пороха а ну-ка идите сюда она кстати очень быстро я я вижу ты тоже приоделся иди-ка сюда и дико как у нас тут много откуда вас тут много так много я имел ввиду такое чувство то что у меня стрела прямо в глазу застряла но она так почти и есть метки скелет попался пороха это был немного но этого должно хватить хотя бы на 16 пуль отлично ровно 16 мы получили теперь самое интересное как же он будет стрелять но ка давай покажи мне свой мощь ну кась вот я прицелился и отпускаю в тыкву да ну конечно ничего не произошло что самое интересное не могу посмотреть насколько силен этот мушкет кстати а что сабли дальность атаки 275 а у обычного меча 2 и 5 да она гораздо дальше бьет ну и раз у нас появилась новая броня новое оружие и мушкет давайте разгромим тот лагерь разбойников так ну и где все рассказывай куда ты дел разбойников не знаешь да ладно сиди дальше тут так как в сундуке у нас очень много хорошей добычи но я же не могу не испытать этот мушкет правильно давайте кто будет моим подопытным прицеливаемся и отпускаем с одного удара такс так как у меня очень мало места все эти сундуки практически забиты а также очень очень много не переплавленной руды поэтому я хочу построить подвал где будет весь склад о дочь начался а также плавили мушкет Ну что, я наконец-то достроил свой прекраснейший склад, он реально получился хорошим, и давайте я вам его покажу Вот тут есть маленький люк, он довольно неприметный издалека, и давайте я покажу что там внутри Вот оно мое прекрасное место, где есть все и вся Здесь склад, вот я даже пометил, то что здесь какие-то блоки, здесь что-то ценное, здесь прочее, здесь еда, металлы, руда и что-нибудь еще будет А также я в будущем это буду делать выше, но пока что не нужно и этого мне хватает Ну и картина моего собакина А вторая часть этого помещения состоит из плавильни, здесь очень много печей, может быть потом это как-нибудь автоматизирую Точильный камень, наковальня, стерил у жителя, верстак и вот такой вот столик с фонариком Я думаю он отлично сюда вписывается, иначе было бы пустое место А также здесь есть автоматизированное плавление для моей руды Я не часто такое строю, но решил в этот раз это сделать Довольно хорошо вписывается То есть здесь есть значок обычной, не переплавленной руды, а здесь есть значок готовых уже, готовых слитков В целом это очень упростит мне задачу, потому что у меня очень-очень много руды Кстати говоря насчет руды, надо бы ее переплавить, потому что здесь ее у меня очень много Что-то мне нужно превратить из осколков в руду, руду в слитки, слитки в блоки, ну и так далее Ну и давайте все фрагменты, которые у нас есть, мы переделываем в полноценную руду Я думал получится куда больше, но и на этом спасибо Помните историю с лазуритом, то что его нужно было обработать на точильном камне? У меня есть то же самое, только грубый алмаз и грубая киноварь Сейчас я попробую обработать алмаз и посмотрим сколько мне выпадет из 23 штук Представьте выпадет 100, это же будет офигенно Например, один То есть вы хотите сказать то, что грубый алмаз не обработать на обычном точильном камне? У нас есть алмазная точила Оно делается несложно, всего лишь плита из полированного глубинного сланца Мы ее как-нибудь достанем А также два группы осколка алмаза и в целом доски Полированный глубинный сланец мы получаем Из него создаем 6 плиток Теперь один грубый алмаз мы разделяем на 9 грубых кусочков И алмазное точило получаем Получено новое достижение, украшенный бриллиантами Давайте его поставим за место нашей наковальни Вот оно, гляньте как оно классно выглядит Реально с алмазным напылением Так, ну шо, теперь ты мои грубые алмазы обработаешь? Ну-ка, раз, два Всего лишь один А можно как с лазуритом 3 штучки из одного Ну, из 23 грубых алмазов мы получили 23 обычных алмаза К целом я не жалуюсь Ну и киноварь мы также сейчас обработаем Из киноваря, кстати РЕДСТОН Ну-ка Я теперь могу скрафтить нормально, полноценно Обычный компас, не используя Вот это вот где? Магнетит, который нереально практически найти Ой, как же я рад, а? Почти три стака редстоуна и обработанная киноварь Дела идут просто отлично Теперь всю руду, которую нам нужно переплавить Запихиваем в нашу печь Ну и самое последнее, что здесь есть Это мусорка Да, можно было поставить и кактус, но Я с самого начала игры всегда делал лаву Если у вас есть мысли по улучшению этого склада Например, в виде кастомизации Улучшения визуала и так далее Можете писать в комментариях Я всегда всё читаю Ох, я третий раз чуть не откинул коней Какого хрена ты тут забыл? Скажи мне, что ты тут делаешь? Чертила восьминогая На тебе Гляньте В моём мини-лесу, который я сам построил Появились пчёлы Но трогать их пока не буду Может быть в будущем мне пригодится В этой сборке находится одно удовольствие Выглядит всё красиво, приятно и лампово Ох, прекрасное дождливое утро И этим утром я бы хотел отправиться Куда-нибудь вон туда Там я давно не был Да и вообще я там не был Поэтому я думаю мы там много интересного должны найти Всё что нужно для похода я уже собрал Даже больше Хе-хе-хе Но надеюсь мы там найдём что-то ценное Так, собакины, хватит спать Давайте за мной Я думаю пока я буду идти Я буду с этой шапочкой Потому что вся броня веществ очень много И мне тяжело передвигаться А шапочкой больно мне нелегко И я выгляжу красиво О, и первое что я нашёл Это крепость Это вроде бы разбойники Поэтому туда я соваться пока что не буду А также я нашёл статую лошади Там есть сундук Поэтому давайте посмотрим что там Да, а вот и сундук И здесь Ничего К сожалению Такой приятный гул ветра Вижу небольшую палатку разбойников Надо бы одолжить у них ресурсов Эй, эй, носатый Ты не видел куда они ушли Нет? Ну и ладно Как хорошо с собакинами Они и так защищают Давайте вот этого тоже сожрите Молодцы Тут скелеты боятся волков Гляньте убегает так Беги, костлявый Беги А вот и разбойники Знаете, что я хочу сделать? Вот так вот прицелиться Вот он мой хороший И отпустить Он не умирает с одного раза? А ну-ка еще раз На Ой, промазал Давай сюда вблизи Аккуратненько Крипер Главное, что с вами было все хорошо Может вы поесть хотите, нет? Это что за крипер был такой? Какая огромная дырень А, ну иди сюда Ха-ха-ха А где Второй пес? Неужели? Нет Да как так-то, а? Ничего Я уверен Он попал в собачий рай Козел Надеюсь, ты тоже в собачьем раю О, я нашел разрушенный портал Это хорошо И здесь я у нас Ух ты Бутылочка слез мне очень понадобится Золотое яблоко Ну и броня Давайте заберем Вот тут есть небольшое строение Необычное Надо бы глянуть, что это Так, и тут есть сундук Кстати Это что за говно такое? Ладно А в сундуке у нас Ну Удочка в целом пригодится Карта клада Кстати, точно Я совсем забыл про Атлас Я же думал Как я буду возвращаться домой А у меня же есть Атлас Ну-ка И где мы? Так Ну кстати, а дома мы недалеко ушли Всего лишь пару гор Пара лесов И вот наш дом Как же хорошо то, что есть Атлас Никогда не залужусь Пирог артографа не смогла обнаружить Поблиз с ней одной цели Попробуйте поискать в другом месте И что это за херня? Окей, тогда в таком случае Попробуем блутать вот эти вот два корабля Этот вроде разбойников был Но мы посмотрим еще А этот у нас с едой Мог бы и помочь Ну и рыба 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 И еще раз рыба А знаете что? Я замерзаю И тут как раз таки нашел Костер Поэтому Давай-ка ты бы Помог мне с костром И я погреюсь немного Во Так-то лучше Всю ночь я доставал жителя А наутро я отправился к кораблю Отсюда не видно Кто находится на корабле Но давайте хотя бы Доплывем до вот этих бревен Давай Пока Такое чувство Что на корабле Никого What the fuck Это что происходит? Вы давайте там Поосторожнее Это все же Ютуб Тут такого не надо Ааа Они застряли на лестнице Ну и ладно Сидите здесь Самое главное Это не корабль Разбойников Да? Карта за 15 Изумрудов Блин Может ты дашь мне изумрудов? Получено новое достижение Столетие Так А что у вас наверху? Наверху у нас Просто обычная мачта Кстати А похож на капитана корабля? Не хватает только попугая на плече Посторонитесь Да отойдите Вы шо вы толкаетесь Во Отлично Ооо Тут ничего А здесь и здесь ничего Ну кожу я заберу What the fuck Вы это видели? Вот тут кто-то проплывал То есть Ха-ха-ха Давайте без этого Во время монтажа Я понял то Что это была Никакая не акула А просто обычная ворона Которая пролетала Очень низко над водой Ну ладно Давайте уже возвращаться домой Пойду я по этой стороне Не буду снова делать круг Как раз таки найду Может быть Здесь еще что-то будет Да Пусть мне предстоит Не близкий Субтитры подогнал «Симон» Так Что там по карте Вроде бы мы близко Да Те самые леса Те самые горы Ну-ка Да Вон Вон и наш дом Красивый Милый дом Собакин Собакин Привет Стой 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 Не убегай Идем Раз Два Вы гляньте Какая у меня теперь Собака будет В отличие от других Собачек Она такая необычная У нее серая шерсть Такой завернутый Квостик Ушки Ну и сама она такая Классненькая Все За мной Он кстати побольше Обычной собаки Да Намного больше Да стой ты куда-то уходишь Заходи Заходи Дуй сюда Дуй Дуй Вот Все Ты теперь будешь Здесь Так Со всего этого похода Я добыл Ну Такие себе вещи Но главное я нашел Бутылочку пространственных слез Они мне пригодятся Для портала в ад Ну и пару удочек И всякой мелочи Но самое главное Я нашел вот эту вот статуэтку Помните Столетнее что-то Что-то там Это как раз таки Дается за вот эту вот статуэтку Поэтому мы ее берем И ставим вот сюда Вот она Какая красивая Как раз таки Сюда хотел какую-нибудь Статуэтку поставить Ну и конечно же Нового собакина Да Не ну согласитесь Что выглядит красиво То есть Все так обставлено Не просто как эта Бомжатская берлога А полноценная Красивая Приятная Ламповая Спальня Надо бы еще второй этаж сделать Кстати вы можете придумать Имя этому собакину А в следующей серии Я выберу самое оригинальное И интересное И сделаю ему бирку А на этом я буду заканчивать Всем огромнейшее спасибо За просмотр Надеюсь вам понравилось А если вам понравилось Можете и подписаться У меня появляется Очень большая мотивация Делать что-то дальше Когда я вижу Отдачу с вашей стороны Поэтому всем спасибо Кто не пропустил это Мимо ушей А с вами был Вайнд Всем удачи И всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok